Американист обвинения Трампа и России зазвучат теперь в другом ключе. Радио. Спутник. Американист обвинения Трампа и России зазвучат теперь в другом ключе. 18.43. AP Photo. Кэролайн Кастер. На пост генпрокурора, глава Минюста США Уильям Барр. AP Photo. Кэролайн Кастер. Генпрокурор США подтвердил непричастность штаба Дональда Трампа к действиям хакеров на выборах в 2016 году, но при этом вновь заявил о российской хакерской атаке. Американист Михаил Синельников-Арешак в эфире радио Спутник предположил, как дальше будет развиваться ситуация. 8 апреля, 12.9 политолог назвал причину усталости сенаторов США от санкций против России. Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России, сообщают СМИ. Политолога Сергея Козлова такая ситуация не удивляет. Почему он рассказал в эфире радио Спутник. Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что штаб Дональда Трампа не причастен к действиям российских хакеров на выборах в 2016 году и последующей публикации на ресурсах. DC Leaks, Lucifer, WikiLeaks. Другими словами, нет никаких связей между компанией Трампа и российской хакерской атакой. Сказал он на пресс-конференции. Он также отметил, что офис спецпрокурора расследовал усилия российского правительства по публикации украденных документов на ресурсах DC Leaks, Lucifer. И частично, WikiLeaks следователи не нашли связей ни одного человека, связанного с компанией Трампа, который был замешан в распространении этих документов. Отметил он. Политолог, американист Михаил Синельников Аришак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что обвинения и в адрес Трампа, и в адрес России на этом не прекратятся. 3 апреля, 19.19 эксперт, проект новых санкций продиктован страхом США потерять лидерство. В Конгресс США внесен законопроект о новых санкциях против России. Доцент Реу имени Гаве Плеханова Александр Перенджаев в эфире радио Sputnik высказал мнение о причине появления этого законопроекта. Расследование независимого спецпрокурора Роберта Мюллера, который в прошлом возглавлял ФБР, началось в мае 2017 года. Главной задачей было установить, вмешивалась ли Россия, или другая страна, в президентские выборы в США в 2016 году и был ли сговор между членами предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими властями. В Москве обвинения о вмешательстве выборов в США категорически отрицают, как и причастность к хакерским атакам. Президент РФ Владимир Путин не исключал, что хакеры могут в России быть, в Азии, в той же Америке, в Латинской Америке и даже в США, откуда они очень ловко и профессионально перевели стрелку на Россию. 2 апреля, 15.31 Юмор оценит. Политолог о конкурсе на лучший фейк о вмешательстве РФ посольства России в США объявила конкурс на лучший фейк о российском вмешательстве в американские выборы. В эфире радио «Спутник» политолог Александр Ведрусов объяснил, почему эту инициативу можно только поддержать. Продолжение следует...